Спасибо за представление. Добрый день всем, кто нас видит и слышит. Я хочу рассказать очень кратко о большой проблеме, о которой можно говорить до вечера, но буду говорить по возможности, извините, понятно. Итак, у нас в онкоцентре сейчас проходит клиническая апробация новой технологии. Если говорить честно, то это не очень новая технология. Сто лет тому назад начинались эти исследования в направлении по возможности креогенного лечения онкологических больных. Как только придумали жидкий азот, жидкий воздух тогда, так сразу его начали использовать при лечении опухолей кожи. Но сегодня мы будем говорить о костях. Что это такое? Что значит апробация в клинике? Это не эксперименты. Эксперименты закончились давно. Прошли теоретические исследования, лабораторные опыты с опухолевыми клетками, которые позволили определить, какие клетки чувствительны к низкой температуре, при каких температурах они разрушаются, с какой скоростью их надо охлаждать, как долго нужно держать их на каком-то уровне температуры, с какой скоростью их надо оттаивать и сколько раз нужно повторить эту процедуру. Для того, чтобы это все провести, выполнены были очень серьезные исследования. На основании этого было разработано оборудование и медицинская технология. В нашей стране это новость. Потому что та технология, о которой мы сегодня будем говорить, в том исполнении, которое она сегодня существует у нас в инкоцентре, она вообще единственная в мире. Но я немножко преувеличил в этом плане, потому что мы работаем на жидком азоте. На жидком азоте с таким оборудованием никто больше не работает, я это точно знаю. Что лежит в основе этого метода? Никакого такого, скажем, авантюризма здесь нет. Этический комитет разрешил однажды провести ограниченную серию таких клинических исследований на основе имеющихся разработок теоретических, экспериментальных, и ученый совет нашего инкоцентра поддержал. Это было 7 лет тому назад. Дальше пошли какие-то исследования, анализ, очень осторожное применение в клинике. Были опубликованы результаты. Результаты оказались таковыми, что мы смогли представить в Минздрав нашу заявку о том, чтобы этот метод внедрить в действующие рекомендации по лечению онкологических больных. И вот мы получили это разрешение, одобрение, и начали эту работу. Решение о включении или не включении этой технологии в рекомендации будет честным. Нам не нужно никого обманывать, и прежде всего мы не собираемся обманывать самих себя. По состоянию на сегодня мы можем выполнить позитивную, полезную процедуру тем пациентам, у которых есть определенная локальная симптоматика. Иногда пациенты жалуются на общее недомогание. Здесь мы не поможем. А вот если имеется какое-то локальное, некупируемое, труднодоступная зона роста опухоли, мы можем ее уничтожить полностью и убрать болевой синдром. Но для того, чтобы это сделать, нужно иметь обоснование клиническое. Нужно знать, что это действительно нужно пациенту. Критерии. Если заболевание прогрессирует, если сам по себе пациент слабенький и не может перенести хирургические вмешательства, если мы уверены, что мы точно видим опухоль, мы можем точно туда дойти, установить туда нужные инструменты, выполнить процедуру и получим положительный результат. Но прежде чем мы пойдем на эту процедуру, соберутся все. Хирурги, лучевые терапевты, химиотерапевты, если нужны урологи или мамологи, или те врачи, которые курируют этого больного. И решением консилиума специалистов мы определим целесообразность такой манипуляции. Конечно, с учетом всех противопоказаний. Противопоказания есть везде. Если опухоль на стенке полого органа, либо она вовлекает спиной мозг или магистральная артерия, разрушение этих образований приведет к повреждению жизненно важных органов, вызовет тяжелые осложнения. Если опухоль была в глубине, но она уже захватила кожу, разрушив эту опухоль, которая вросла в кожу, мы получим большую рану. Ну и, наконец, общеклинические противопоказания. Это острые инфекционные заболевания, декомпенсации и прочее. Все, что является противопоказанием. Но когда наши анестезиологи определяют возможность анестезии, они ориентируются на то, что эта процедура не хирургическая. Эта процедура простая. Есть серьезные научные обоснования. Я немножко повторюсь. Это продолжение серьезных научных исследований. В том числе есть публикации наши, отечественные. А в зарубежных руководствах по BASICS в крае сюжери экспериментальные и научные обоснования этой технологии написаны нашей командой. Оборудование. Вот эти тоненькие иглы, которые здесь видны, это криозонды. Да, господи, да что ж они мне сегодня все время звонят? Ну, не срочно. Подождем. Дело в том, что я только что вышел из операционной, и поэтому не все вопросы, может быть, решены. Итак, тоненькие зонды. Они изящные. Диаметром полтора миллиметра, два миллиметра. Но каждый из этих зондов может создать ледяную сферу размерами, как вы видите, четыре с половиной на три сантиметра. Если мы точно установим криозонд в нужное место, включим режим охлаждения, то мы добьемся нужного эффекта. А зонд сам по себе. Очень хитрое устройство. Почему его никто не смог сделать? Наружная оболочка. Далее. Канал подачи жидкого азота. Канал возврата жидкого азота. И здесь высокий вакуум. Минус восемь, минус десять. И за счет этого вакуума стеночка иглы остается теплой, в то время как в центре температура минус сто девяносто шесть градусов и охлаждается только кончик этого инструмента. Инструменты имеются еще, кроме того, что криозонды имеются еще вспомогательные инструменты. Они готовятся к каждой операции очень индивидуально. А сам аппарат, он заправляется жидким азотом. Как это все выглядит? Вот в компьютерном кабинете, откуда я только что пришел, работает анестезиологическая бригада с пациентом. Лучше, если пациент спит. Потому что процесс установки зондов это деликатная, длительная иногда процедура, занимает иногда даже полчаса. Здесь, в другом конце этого зала, работает операционная сестра. Она накрывает стерильный стол, готовит вот это, стоит аппарат, который работает на жидком азоте. Пациент будет находиться в этой дуге компьютерного томографа, и именно в этой дуге мы и будем работать. Для того, чтобы точно установить криозонд, мы можем использовать робот. Робот-навигатор. Этот робот точно установит инструмент в ту зону и именно в ту точку, в которую нужно установить кончик криозонда. Но для того, чтобы он выполнил эту команду, команду эту должен дать врач. Для этого по компьютерной томограмме мы определяем зону поражения, далее точно определяем директрису, по которой нужно пройти безопасно, не повредив сосуды, будущее зоны оледенения. И после того, как мы это... А мы это все знаем совершенно точно. Мы каждый зонд, каждую анатомическую зону представляем именно так, в 3D масштабе. И когда мы это все определили, после этого мы нажимаем кнопку мобил, и нам робот, своей лапой, которая держит инструмент, точно установит этот инструмент в нужном направлении. Поэтому точность попадания будет очень высокая. Но в некоторых случаях, когда мы, извините, роботу не доверяем, а ситуация более деликатная, когда мы работаем, например, на позвонках, вблизи спинного мозга, вблизи аорты и крупных сосудов, понимаете, потом сказать, что робот ошибся, это несерьезно. Лучше сказать, что я ошибся. А для того, чтобы сказать, я ошибся, процедуру надо делать самому. И тогда под этой дугой, вы видите, рукой оператор устанавливает индикаторную иглу, обычную тонкую инъекционную иглу в проекциях тех вот самых красных линий, которые диктуются компьютерным томографом. После этого мы смотрим, мы смотрим, куда прицелилась игла. В данном случае речь идет о том, что поражен позвоночник, поражена фактически половина позвонка и поперечный отросток с захватом сустава, и половина тела позвонка. И этот позвонок просел, он прижал межреберные нервы. Сильнейший болевой синдром. Ну как его купировать? Вот мы прицеливаемся в эту зону. Прицелились, дальше ввели криозонды, включили аппарат в режим охлаждения, и мы видим, что криозонд встал в нужную позицию, захватывает большую часть опухоли, и таким образом в течение примерно 15 минут мы охлаждаем опухоль до минус 196 градусов, повторяем цикл дважды, потом отогреваем зонд и удаляем его из тканей. Во время выполнения процедуры работает система, аппарат стоит вдалеке, термоизоляционные шланги и вот иголочки, которые установлены в нужную точку. Мы периодически сканируем, смотрим границы ледяного шара, мы стараемся управлять, где нужно добавить холода, где нужно даже отогреть вовремя для того, чтобы ледяная сфера приобрела форму той опухоли, которую мы разрушаем, и захватила ее полностью. Полностью, если это можно выполнить радикально, если мы можем полностью уничтожить этот метастаз. Если это невозможно, мы решаем, а стоит ли вмешиваться, а если болевой синдром некупируемый, решаем, что в палеотивном режиме все-таки нужно выполнить эту процедуру. Вот так это выглядит технически. Выполняется это у нас фактически два раза в неделю, три раза в неделю под КТ-навигацией или ультразвуковой навигацией, если вовлечены мягкие ткани. Процедура, в общем-то, для нас рутинная. Каковы будут результаты, посмотрим. Но мы знаем, что, во-первых, нет ни одного вида злокачественной опухоли, которая может противостоять температуре минус 196. Да еще при циклах то оттаивания, то охлаждения. Неважно, саркома это, аденокарцинома, меланома, все будет разрушено. При этом травматичность минимальная. Пациент может прийти утром, вечером уйти, но лучше, если он все-таки у нас переночует. Поэтому мы стараемся вести в режиме кратковременного дневного пребывания или кратковременного стационара. Мы никогда не отменяем те назначения, которые сделали врачи, которые постоянно курируют данного пациента. Если он получает гормональную терапию, химиотерапию, если фаза химиотерапии сейчас такова, что пациент не совсем глубоко просел по своим показателям, мы можем выполнить. Но стараемся выполнять процедуру тогда, когда у него достаточные все-таки резервы. И вот это сочетание дает особенно хороший эффект. Легкое послеоперационное течение связано не только с самой низкой травматичностью пункционного доступа, но и с тем, что человек почему-то очень легко переносит замороженные части своего тела, если они находятся в глубине. То ли это природа так придумала, то ли что-то мы еще не понимаем, но действительно пациенты очень легко переносят эту операцию. Мы очень надеемся, что наши мысли о том, что замороженная опухоль сохраняет в тканях свои антигенные структуры, это действительно так, она сохраняет антигенные свойства, и при резорбции в организме человека вырабатываются антитела, а этот факт, иммунный сдвиг контролирует у нас отделение онкоиммунологии, они показывают, что действительно пациенты отвечают на такое лечение позитивными сдвигами в иммунной системе, особенно при повторении этих процедур. Ну, знаете, прививки же один раз не делают, если хотим какой-то ответ, нужно повторить несколько раз. Ну, это возможно. Пункция, фактически, по своей травматичности почти, ну, мало чем отличается от внутривенной инъекции. Конечно, сложность, технологическая сложность, это наши проблемы, но для пациента это всего лишь укол. Это всего лишь укол. Поэтому мы используем эту технологию в тех случаях, когда все остальные методы имеют противопоказания или технически невозможно. Если вы считаете нужным обратиться к нам, а каждое решение всегда очень конкретное, и только один, наверное, из десяти пациентов, которые приходят ко мне на приемы, действительно нуждается именно в этом методе лечения, то вы без труда нас найдете. Мы доступны, и наш колл-центр, и сайт работают, вы можете записаться на прием, здесь нет никаких проблем. Ну, а что касается будущего этой технологии, оно зависит от того, будет ли он, этот метод, включен в рекомендации Минздрава. Поживем, увидим. Все зависит от наших результатов, от нашей честности и от того, как вы будете, наши дорогие пациенты, чувствовать себя после лечения. Спасибо. Я закончил. Субтитры создавал DimaTorzok